Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что не больше 10%, и это лишь частично связано с ростом курса доллара. На самом деле речь идёт о том, что сейчас все мигранты информированы о том, что будет ужесточение. Есть, с одной стороны, послабление для мигрантов, в том, что они могут, получая патент, работать уже и на юридическое лицо. Но в остальном миграционное законодательство ужесточается очень серьёзно. И, как правозащитники говорят, носит некий карательный характер. Но как граждане России мы не можем это не приветствовать, потому что миграция и миграционные потоки – это такая мутная вода, что порядок в ней наводить давно надо было бы. Уедут те граждане, которые действительно не обеспечены здесь стабильной работой и стабильным заработком, которым пребывание здесь будет обходиться дороже, чем на родине. Но таких на самом деле очень немного. И те, которые рискуют быть выдворенными, скажем так. А куда ехать-то? И вообще будут ли уезжать? Ну, допустим, за 200-300 долларов в Таджикистане можно найти работу. Насколько эта работа больших, ну, как бы для всех мигрантов будет, тех, кто вернётся, это большой вопрос. Ну, в принципе, зарплаты там примерно вот такой.